доброе время суток ребята я нахожусь в картохеми город картохема это испания очень древний город вот он внизу там находится и этот город окружают горы практически со всех сторон вот на одну из таких гор я вот подымаюсь смотрите он на вершине горы находится крепость средневековая крепость там конечно уже стоят вышки мобильной связи чуть ниже крепость если вы видите тоже какое-то было сооружение он остались кирпичи если можно подняться вот по прямой сразу туда я хочу зайти вот к этой трубе посмотреть что там есть тоже какая-то странная труба просто труба на вершине горы а что там под трубой непонятно как это завод в глубине земли не знаю посмотрю точнее мы с вами сейчас посмотрим такая вот дорога ведет туда ну это такой туристический маршрут здесь много людей ходят и туристы и местные жители целях оздоровления кстати люди какие-то идут тоже да красивая местность сегодня как раз солнечно несмотря на то что февраль зима здесь достаточно тепло даже жарко хочу поделиться с вами своими размышлениями о смысле жизни на земле вообще этот вопрос в чем заключается смысл жизни он волновал умы многих философов да и многих людей не всех конечно многие живут об этом не задумываясь но определенная часть склонная к мыслительным процессом они задумываются над этим ну и я тоже конечно так в чем же смысл жизни я конечно не берусь дать ответ ну истинный ответ так скажем полноте содержащий истину это просто мое сугубо личное мнение это она еще до конца не сформировалась наверное не сформируется потому что в процессе моей жизни понимание смысла жизни у меня менялась возникает такое понимание что что я вообще не понимаю смысла жизнь хотя с другой стороны ну можно об этом порассуждать в эту крепость мы еще поднимемся чуть попозже после вот этой трубы а сейчас идем туда посмотрим что там есть ну конечно если взять словарные определения с разных словарей то можно увидеть что для каждого человека есть свой смысл жизни для одного человека смысл жизни это его дети такой положительный смысл жизни так скажем для него важно родить вырастить определить жизнь так сказать дать образование чтобы дети были здоровы чтобы были внуки так сказать продолжение рода в какой-то степени можно с этим согласиться действительно смысл жизни есть в том чтобы продолжить рот человеческий передать своим детям то что мы получили от отцов дедов и чтобы те дальше это все передавали знания и те достижения научно-технического прогресса или же на более простом бытовом уровне просто дать жизнь какие-то морально-нравственные принципы этой жизни какую-то профессию и какой-то начальник капитал это вот очень красивое место отсюда классный вид посмотрите замечательный вид видите там вдалеке короче корабли это грузовые корабли они привозят разные грузы в том числе и нефть и они ждут своей разгрузки там вот за вот этой вот горой посмотрим там в общем есть грузовой порт картахены где эти корабли разгружаются возможно они чем-то и загружаются тоже но в основном я заметил что здесь возят нефть там порт и рядом нефтеперерабатывающий завод красивый вид конечно замечательный там кстати вот внизу в ущелье видно частично видно крепость тоже средневековая крепость которая стоит прямо внизу под горами и охраняет вход в порт охраняла точнее сейчас уже не охраняем мы идем дальше продолжим наши с вами рассуждения точнее мои рассуждения так для кого-то смысл жизни это его дети для кого-то смысл жизни это его возлюбленный или возлюбленная для кого-то смысл жизни это заработать побольше денег то есть это деньги что-то материальное а для кого-то смысл жизни это сексуальные удовольствия иметь побольше разных партнеров для кого-то это получать удовольствие от алко-нарко объединение но опять таки как вы заметили что в данных в данных моих определениях смысл жизни приплетается с какими-то зависимостями или же хобби мид то есть тем чем человек увлечен хобби но я считаю что это все не является смыслом жизни это просто хобби или зависимость и конечно хобби и зависимость она поглощает большую часть жизни человека может быть не большую но достаточно весомую вот часть прекрасный вид но на самом деле смысл жизни не есть все это еще такое вот определение я заметил что есть такое определение или я нашел так скажем в основном это в религиозных словарях энциклопедиях что смысл жизни это делать добро другим людям помогать им улучшать свой характер меняться в лучшую сторону освобождаться от всяких зависимостей вредных привычек тоже какой-то степени можно с этим согласиться что это также является на мой взгляд частью смысл жизни но не является полностью смыслом жизни на мой взгляд смысл жизни заключается в том что мы живем мы пришли на эту землю мы родились получили ну в разной степени умственные способности физические тела и если в совокупности все так объединить получили жизнь так вот смысл жизни в том чтобы мы жили это первичный смысл жизни если мы живем то в этом есть смысл и смысл заключается в том что мы должны жить если развивать эту тему дальше то можно определить что смысл жизни это проживать каждую минуту своей жизни наслаждаясь жизнью так скажем ну в чем это что значит наслаждаясь жизнью это значит что но правильные наслаждения и так сказать долговременные наслаждения они происходят от наших правильных поступков правильных слов правильного отношения к другим людям и правильного выбора хобби так скажем правильных постановка правильных целей своей жизни но на данный этап какой-то жизни на данное время своей жизни если мы это все правильно сделаем то у нас тогда долговременное наслаждение удовольствие мы живем если мы неправильно это делаем если мы неправильно относимся к людям ну скажем допустим кто-то вот обманывает наживается на ком-то он получает наслаждение получает какую-то прибыль но все это кратковременно все это потом несет горькие последствия и жизнь человека превращается в ад человек уже не живет так скажем а существует вот в данный момент данный момент я но живу этой минутой я стараюсь наслаждаться тем что есть вокруг меня и тем что есть у меня я кстати немного что есть совсем немного не очень много денег имущество если с материальной стороны взять вот но с другой стороны у меня есть жизнь которую мне дал бог у меня есть эти минуты вот данные минуты где я могу с наслаждением видеть эти виды я никому не делаю этим плохо никого не обманываю данный момент я получаю долговременное наслаждение я думаю что вот стремление жить правильно жить прожил проживать так скажем правильно проживать свою жизнь и наслаждаться каждым моментом своей жизни даже если когда есть какая-то неудача это тоже в какой-то степени но момент нашей жизни который нужно прожить и прожить правильно вот и вот это и есть смысл жизни ребята опять таки мое субъективное мнение кто-то может со мной не согласиться с этим ну конечно у каждого из нас есть свои определения свое понимание и это нормально когда мы все вместе говорим свое мнение то наше мнение они помогают более лучше обозначить истину так скажем конечно не всегда это происходит но часто помогает правильно понимать некоторые вещи и так сказать приблизиться к правильному пониманию возможно это понимание придет не сразу потому что мы можем спорить не соглашаться с другим и впадать в гнев это конечно отрицательно кого не должно быть но со временем услышанные мнения услышанные нами мнения других людей они помогают нам переосмыслить или утвердиться каких-то своих понятиях или наоборот подкорректировать их так что ребята это хорошо что у вас каждого есть свое мнение вы можете поделиться пониманием смысла жизни своим пониманием смысла жизни под этим видео мне будет интересно это почитать возможно вы мне поможете более лучше понять вот в чем заключается смысл жизни и может быть даже сами более лучше поймете в общем мы уже пришли ребята вот эта труба труба такая вот из каких-то плит полукруглых железобетонная труба вот отсюда такой прекрасный вид замечательный это вот наша крепость куда мы должны пойти но это будет попозже давайте посмотрим что там в трубе какой то есть вход не знаю как вам тут видно смотрите в трубе есть еще одна труба снаружи труба железобетонная вот толщина стены а внутри труба кирпичная и там какой то вот есть проход даже и он куда то ведет кстати хочу сказать что здесь вот в горах я уже второй раз встречаюсь с какими-то проходами секретными секретными так скажем внутри гор когда-нибудь я туда загляжну ничего нету вокруг просто труба а вот интересная вещь находится здесь так ребята сейчас попробуем посмотреть что внутри у меня есть фонарь насколько это возможно посмотрим сейчас сконцентрируем луч видно что проход идет туда дальше причем стены видно что они черные один раз когда я находился там внизу я видел что вот с этой трубы выходила большое облако дыма что-то там вышло непонятно что ну я туда сейчас не пойду это будет уже другой раз сейчас давайте обойдем эту трубу и посмотрим что там с той стороны этой трубы есть ну да видно что этот проход идет в гору вот он сложно подниматься короче смотрите ребята вот он в общем вот он с этой трубы идет туда внутрь горы сейчас попробуем посмотреть где он там выходит ну здесь ветерок такой свеженький неизвестно где он выходит вот похоже здесь тоже под землей он проходит вот видно канал в общем он идет на какой-то завод скорее всего который там внизу находится а вот ребята порт картахины посмотрите какая прелесть вот он танкер грузовой это сама картохена порт если вы будете в испании если вам позволяют финансы и если вы хотите что-то увидеть ну будете на юге испании то я вам рекомендую посетить картохена это очень древний город очень много всяких интересных моментов в данном случае много древних крепостей музеев тут очень много причем есть бесплатные музеи есть конечно платные но плата не очень дорогая в районе там 3-5 евро здесь кстати находится и военно-морская база испанских вооруженных сил там она находится и вот кстати военные корабли пришвартованы даже три не знаю насколько вам хорошо это видно ну а вот наша крепость куда мы скоро пойдем всего хорошего вам до связи